всем утро доброе понедельника едем на стояночку что-то сегодня такой день ребенок мой младший заболел остался со старшей дочерью на не уже с прошлой неделе там дома вдвоем жену на работу и сам на работу вот еда все наеду с другой стороны что-то блин сушки отвык я уже по городу ездить я не знаю как тут кто куда ездит и как мне надо ехать отчетами что-то я подзабылся маленько тысячу лет не гонял вот мне сейчас надо попасть вот сюда вот на ту сторону забора вон туда вот там улица мини на 3 есть такая железнодорожная улица я вот думаю как мы туда ехать через мкад держинского это будет непонятно на входе тоже будет пробки как-то надо сюда на попасть на аэродромную либо через веселые застройки вот эти вот новые либо хреново знать раньше мы здесь было вот направо крутишь ой а куда это там пацаны поехали там тоже дорога есть блин а тут уже все поменялось я что-то еду и не узнаю ничего офигеть вообще в общем надо попасть на стояночку а потом уже погодка видите ночью подкинула маленькая работы дорожникам напряжение водителям ну и все такое блин сушки а может через казинца поехать а тут хоть по прямой а то сейчас же штук хрен пойми как то будут этим мальцы ехать а через казинца раз раз и мы там кстати сделаем поехали поехали как-то когда домой еду я иногда еду через казинца потому что так чуть быстрее тут движение такого нет спасаем что сегодня вообще утром движняк нормально я уже в городе миллион лет утром не ездил просто в такое время там по краю на стоянку шусь и все я уже намкать города не вижу чем как-то вот так едем выгружать один кусок потом едем на гомель но еще заедем один выгрузим здесь этот кусочек и один палет поставим даже лобина и попрем попрем сторону гомеля ну а за это время пока будем ехать увидите как тут накидала но тут хрен что чистили вот так вот за то время пока будем ехать будем что нибудь искать себя на россию в россию на россию по беларуси куда-нибудь чем такие дела так что поехали работать бываю же в жизни странности дороги все чищены а к стоянке проезд расчистили а блин как такое бывает обычно тут у нас до весны как бы так себе а тут пожалуйста у андрюха уже работать поехал ну красавчик красавчик вообще в хундайчик его стоит на рабочем месте с ведрами уже ходят с посыпками с присыпками сама сама время как говорится присыпать посыпать все ладно пошли заводиться кстати леденца вчера намыл как раз так что это к тому что если вдруг кому дождь нужен будет летом пишите заеду помою все залить вчера такая красавица сегодня будет все грязно опять ладно время убегать заводим сейчас секундочку заводим и как говорится бастард на старт ну-ка что тут у нас чек свечки прогрелись заводимся на тоннеке на тот нефтьевская ну-ка человек пшала просто я пшала либо ступали не будем сейчас только включим этот самый обогревы пускай немножко подует все буду чистить снег и собираться выезжать так ну что друзья первая груз мы доставили выкинули его так как это мне а мне бы на мост попасть за это мне надо сюда налево наверно да и назад на жизнедорожную не охота же не охота же мне ехать какими-то непонятными какими-то дядя ты сюды это за добра я тоже сюда я вот сюда и вот все сейчас заскочим там с автобус едет он даже потому что у него главное он даже не посмотрел в левую сторону по покупку профессионалы работают а вдруг там какой-нибудь ошалел и все пофигу людям в общем ладно едем на это на промышленно заскочить один палет поставить и все и едем в сторону гомеля нас ждет жлобин и город гомель в общем вот так вот вот такой минск красиво с утречка видите уже расцвело маленько все что уже подустал работать понедельник все ладно поехали будем штудировать интернет а вдруг что нибудь там вылезет с гомеля хоть куды так друзья все забрала еще этот политик поставили там 300 килограмм на задницу и все и мы выезжаем выезжая палет этот в жлобине ну а груз с великих лук едет в гомель так и едем но мы уже мальцы видите на работу подъезжают кто коме кто куды так что как-то вот так все поехали работать сижу вот смотрю тут загрузочки с гомельской области как обычно вкусного ничего нету есть маленько не вкусная но так у нас вроде главнее было а вроде да но чтоб кто-нибудь не подумал что у него вот сегодня надо разгрузиться скажем так чтобы не было проблем так что все выезжаем с минска ну и помогу будем молотить молотить и молотить чем мы и занимаемся всегда любимым занятием это работать сейчас сюда налево через вот эту вот дорожку и все и покатили покатили нам все время как говорится прямо ладенько скакали 10 утра принципе как я так раскидал время так и получилось так людей бы тут не обрезать тут уже эти космонавты летели вон видно да там следы такие были мы не будем мы культурная поехали баб русская обездная бля я чего вообще не чистят и я вот не могу понять эту дорогу типа зачем даже снежок начал из его прикиньте а там под мариной горкой логан на отбойник насадился там 2 2 мчс овских машина 2 гаишных скоро люди видимо пострадали а не доезжая их навстречки тоже логан раскрутила и в трасса сбухался но дорогу вообще там еще как-то более более посыпал тут как бы что колюсами раздолбили то так едется чё к чему глядь непонятно ничейная что ли как-то так он видите шестой стороны что с этого колею пробили и все так и не за ладно едем-едем сижу вот на сайтах ищу загрузки какие-то толком ничего нет вообще пока ничего нету особенно с гомеля там называю ставочку начинают люди там про фуру какую-то опять рассказывать короче все как обычно так что ладно буду ехать дальше и потихонечку смотреть что-то заработать прочь погодка вот пожалуй снежок начинает маленький цель полет не хватало еще тут так нихера не сыпят так еще снег пойдет будет будет не очень кайф ладно пока посмотрим как будет пока погнали так друзья ну вот я в жлобе не уже здесь по территории еду так за 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 заправкой направо блин боже белая все нихрена не видно за за так а тут дорога так и ведет а вот наверно машинка стоит это бусик вот туда в общем сейчас надеюсь что мы этот палет один шверк и все и поедем дальше кстати тут а вот центральный склад тут же написано ё-моё все нам нужен водитель пан грузчика пойду спрашивать все груз доставлен один звонили уже со 2 спрашивали когда буду о секунду сейчас ноги обтрутим ноги ноги а то воды на ковриках все чик все поехали тут столовая если видел проезжал сказали комбикормового какого-то комбината хорошая столовка хотел заехать не может на мелок опять песком посыпет и все и парни он мой политик это в общем зайдем пообедаем наверно время 22 успеем вот по работе все равно ничего нету ничего нет кто звонят чем никто звонил наш ухова думаю что телефон может позвонил никто не звонил в общем надо сейчас он потом расскажу сказал кормят отлично 7 рублей с двумя котлетами я понял пойдем поспробуем как это все выезжаем если удастся то расскажу свои впечатления покушать так друзья я покушал слушайте ну 4 рубля обед что не может не радовать правда это не то столова про котором не уже говорил это какого-то тут мне не запомнила автобусного парка или чего а там мель комбината или хлеб комбината в общем не на ту я зашел да и не суть 4 рубля короче типа колбаски пальцем пиханая таких три куска положила пюрешка и суп типа картофельной с фасолью без хлебушка я на диете хлебушек не ем все четыре рубля одно слово отлично все едем дальше время 1340 принципе а быстренько даже поел моментом буквально зашел никого нету вот еще заедем кофейка у них там нету ничего такого нету где-то там в сторону гомеля будет еще беларусь нефтзаправка по моему 1 надо заехать туда взять кофеина и картин дальше такие вот такие вот дела как говорится все полетели это город гомель друзья мои город гомель я тут уже где-то рядом у меня улица федюнинска 19 прямо тут где-то уже административка какой-то заводик такое впечатление что я там был вот и хотя я тогда хорошо вот ратон называется по моему дай бог памяти а может я тут и не был хотя уже за столько лет где только не был честно говоря в общем сейчас найдем ау милицейский какой видите автомобиль стоит два ноля ноль три гск вон а настафоре направо и налево где-то въезд там а что-то тут такое красивое все здание новое или это его так отреставрировали бизнес-центр написано гомель ратон прямо почему он меня отсюда ведет я не знаю возможно здесь отсюда заезд хундай через 200 метров поверните налево во двор а затем поверните налево а затем поверните налево ну мне в какие яйца налево надо поворачивать куда ты меня ведешь а подруга она меня вот сюда вот ладно блин раскрепилась мое седло блин а потерт свободно экономическая зона ладно сейчас узнаем не туда я приехал мужчин говорит что адрес у нас ратоновский но это не ратон мне говорит те настафоре направо и там с правой стороны увидишь здание будет написано ратон и тебе где-то заезжать в общем где-то вон там а хиндай пожалуйста голес называется куда голес лига лес как правильно кто б солярки продал бы все нема солярки совсем кричу еду в рацию люци добрая помогите ни хрена никто никто на чё пацаны просто не подкопили под копят тогда точно продадут мусорка на красный почему-то поехала почему непонятно блин а я же запшикивал сиденье вот а она вроде как меньше стала скрипеть час опять стала скрипеть фиг пойми так увидишь будет написано рату а вон он написано ратон а те заезду этот ратон что потом не получилось что надо еще 8 кругов пройти и бия какая-то столовая пожалуйста ратоновская кстати тоже адрес 19 но интересно да ратон ратон так но тут будем сейчас смотреть это должны быть въезд на территорию сто процентов парковочка легковых и где-то должен быть въезд грузовых арки двери а в шик каштан это не наши а ратон это будет наш сто процентов ой 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 не понял не понял а где мне заезжать кудой кудой тут заезжать надо в этот заводик а кто скажет что ни хрена не пойму вход в магазин туда-сюда ладно не знаю сейчас поищу контакт на телефон ну все нашел летит заезд так а он по указателям ездим между зданиями склад комплектации вот нам он туда вот на склад комплектации склад комплектации оп 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 уй бляха блин надо запшикать опять эту всю духу на метод стала уже честно достала так об между складами ход налево хоп потом направо хоп по указателям едете горит и приедете никого нету нити ратон этот что делает вообще какую-то электрическую продукцию получается для чего ю мою какого рождано так раскрепилась а сейчас полезу пшикать невозможно самому подрезает слух ладно друзья сейчас найдем кого-нибудь разгрузимся и вот работка будет сделано еще одна вот как бывает видите потом надо почтовый ящик найти вкинуть здесь письмецо чтобы все было хорошо ой 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 ладно все сейчас будем искать где нам выгружаться склад готовый обратно нет нам не готовый нам комплектации почти у самой цели что вот такой чемоданчик я привез сюда вот с этими штуками я так понимаю это провода наматывать изоляторы так называемая наверно как они называются прямо правильно я не знаю в общем как-то вон погрузчик катается он ко мне подъехать сюда я так думаю что мы сказали сейчас погрузчик вызовут завод все-таки сами понимаете надо вызвать того сего и все и мы свободных ничего отсюда не нашел пока сейчас еще тут полистаем что-нибудь а вдруг где-нибудь выскочит заодно снег должен закончиться я надеюсь тут должно быть плюс один пойти там дорогу трохи посыпят разобьют потому что так то хоть вес какой-то был придавливала ехал а так пустому будет вообще не айс фу костром каким-то пахнет дровами что ли топят хрен его знает ну в общем как-то вот так все ждем разгрузочку и выезжаем в сторону дома еще как-то вот так так ну что друзья все вы работу свою сделали доделали доделали начатое всем все завезли всем все развезли все сережка выезжает сторону дома вы потиху ехать вы уже возможно будете уже смотреть этот ролик а я еще буду ехать домой представляете как может быть надо считаете почтовый ящик вкинуть письмо обычно эти все почтовые ящики висят с краю так на столбах но тут вы за предприятия надо посмотреть это должно быть может быть у них даже на административном но они же как-то куда-то вкидывают свою почту хотя них может быть внутри этот ящик в общем сейчас буду ехать мне надо отправить это письмишко где-то закинуть почтовый ящик был видеть вот поэтому всем хорошей трудовой недели не болейте берегите себя всем пока увидимся я думаю что-нибудь может найдем поработать и обязательно увидимся чем всем пока гомелю привет